Болтком Как встретились, так и поговорили Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью Знаете, что самое страшное? Самое страшное, это начать бояться Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения Но место встречи изменить нельзя Спасибо, ребят, очень круто Наконец-то высказался, что так Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи Программа «Встретились, поговорили» Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Олег Век в студии, программа «Встретились, поговорили» И у нас в студии, ну, если можно так выразиться, блудный сын Наш соотечественник, Никита Акфер, ну, теперь уже российский, Никита Тарасов Который возвращается периодически, ну, вот два года не были на родной земле, получается Да, и теперь, спустя два года, вот снова в Риге Криеву съешь Мама дорогая, даже не забыл латышский язык Еще раз говорю, лилайска, еспея пара на латвийский Потому что в Москве, когда я начинаю говорить на латышском, меня никто не понимает И я хожу периодически на Чеплыгина, там, где латвийское посольство И кричу туда В окошко Там кто-то есть, он мне говорит, нет, только по записи через месяц приходите А ведь на других, какими еще языками владеть? Ведь многие верили, что натуральный француз снимается в сериале «Кухня» Вот как вы луи Слушайте, Олег, это самый большой вау-эффект Потому что вчера в Юрмале мы с Яной Крайновой гуляли, значит, поем И подскочили какие-то школьницы «А-а-а-а-а! Вы француз, француз!» Я говорю, я рижанин И вот кроме вас и моих родителей, пожалуй, никто в этом городе не знает, что я местный Поэтому я всегда буду к вам приходить и говорить «Ребята, я местный, эс руна латвийский, ун циену, латвишкултуру» Я, и вот в данный момент, вот я полечу сейчас продолжать сниматься Мы снимаем англоязычную картину и периодически Но в России или... Да, 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 да Я где-то раз в год так выходит, что я снимаюсь на английском языке В каких-то англоязычных проектах То есть и английский, и французский Ну это спасибо золото с димнази, понимаете? И непосредственно моему педагогу Алексею Николаевичу Марину за мой английский Потому что мои англоговорящие партнеры, иностранные артисты говорят «Откуда ты учился? У тебя была практика в Соединенных Штатах?» Я говорю, нет, никогда не было Я говорю, а где ты так научился? Я говорю, в Залетутской гимназии Какая реклама? Они говорят, что это? Где это? Нам надо туда поехать Вот И, видимо, такой мой крест Продолжать традицию латвийских артистов Которые в советском кинематографе играли и иностранцев И это очень забавно, потому что там, на Мосфильме, я для них какой-то очень-очень европейский и слишком иностранный И мне всегда говорят, ой, ты похож на скандинава, ты похож на немца, на финна, на американца, на кого угодно Но только не на русского А здесь, на этой территории, я однозначно русский Вот И, ну, видите, как-то мы нашли какие-то ниши, я играю и всяких вампиров Вот сейчас буду играть страшного вордалака Не постригаю из-за этого ногти Мама, прости Вот Ну да, и периодически снимаюсь на английском языке И на... даже... я же играл немецкого офицера Вот Оперштурбанфюрера, правда, там в этих 100 днях свободы говорят Вы прекрасно говорите по-русски, Оперштурбанфюрер Ну, а как же... я в совершенстве владею практически всеми языками на свете в рамках прописанного сценария Вот, кстати... Мне пишут, я учу Вот, кстати, про прописанный сценарий Ведь играя Николая Первого в Монах и Бес у Николая Достоля Вы общались даже с хранителями Эрмитажа, чтобы узнать какие-то интересные документы Я вас обожаю, Олег Костяковский Вы профессионал высочайшего уровня Осведомленность ваша То же самое могу сказать о вас Но на самом деле ведь... вот есть две точки зрения Вот Малькольм Макдау, когда его спрашивали Вот когда он готовился к роли в фильме «Цареубийца» в фильме «Шахназарова» Он говорил, мне не нужно вообще знать ничего об этом персонаже, кроме того, что написано в сценарии То есть я вот полностью только... А есть актеры, которые, наоборот, пытаются узнать больше Нужно это или нет? Потому что ведь реальный, может быть, Николай Первый Он отличался от Николая Первого, которого видел уважаемый режиссер Николай Достоль Я полгода готовился к этой роли, потому что я понимал, что я иду в серьезную историю Захожу к Николаю Достолью по сценарию Арабова Да, Арабова И моими партнерами будут актеры высочайшего уровня Но потом я, придя на площадку на первом съемочном дне, понял, что это все совершенно было мне не нужно Потому что задача стояла снять ироническую комедию И я попытался, прости Господи, попытался обмануть Достоли, немножко все-таки применить те знания и навыки, которые я освоил Мы же все-таки, у нас была практика там с педагогом по-французскому Я читал дневники Николая Я читал исторические очерки его соратников и коллег, его друзей Но потом как-то мы нашли какую-то середину Это было, как мне показалось, это получилось достаточно иронично Но при этом я получил большое количество откликов о том, что Господи, какой же это Николай И после того, как фильм вышел на экраны «Монах и бес», меня познакомили с руководителями экскурсионного отдела Эрмитажа И вот эти прекрасные дамочки восторгались нашему сходству И меня повели по Эрмитажу и прямо говорят, ну вот, ну вот смотрите, ну вам только усы приклеить Ну это же вот вы Да Ну и слава богу, как говорил один продюсер Хороший артист это лысый, голый и без бровей Остальное мы все ему наклеим, нарисуем, пришпандорим Вот И если у меня получается играть и француза-кондитера, и Николая Первого, то слава богу А вот как, я вот смотрю, что очень многих актеров из сериала «Кухня» действительно постигла такая карма Они оказались в плену этого комедийного амплуа А вам удается сыграть и в триллерах, и там вот вампиров, и какие-то совершенно разные роли То есть вот этот Луи, он все-таки остался прекрасным вот, ну, в резюме строчкой, но тем не менее он не затмел, ну, нету такого, что предлагают однотипные роли Олег, я вас уверяю, если бы вам предложили такую кабалу, вы бы точно согласились Потому что это дает возможность, ну, вы можете себе представить, мы сняли пилот сериала «Кухня» в 2011 году, в декабре месяце То есть 10 лет, и, ну, из нашего состава есть, пожалуй, только два человека, которые продолжают 10 лет играть Сеню и Федю И я вас уверяю, жизнь их преобразилась многократно Их собственная жизнь, не персонажей, вот, потому что это называется стабильность В нашем море актерской нестабильности, когда всегда есть место невостребованности Это прекрасно, вот я желаю им счастья, они, мы дружим, общаемся И, слава богу, что у нас была такая большая дружная семья Мы недавно виделись с Мишей Тарабукиным, который играет повара Федю до сих пор И вот сейчас они начали новый сезон, это уже не спойлер, новый сезон сериала «Осенний Федя» И он счастлив, потому что он знает, что через 4 месяца он может себе позволить Он сможет себе позволить все, что он захочет Что касается меня, ну, это там про бытовую и финансовую сторону Что касается меня, то, наверное, было бы опасным продолжать образ Луи Уже вот более чем достаточно На улицах Риги, в аэропорту, везде, куда бы я ни приезжал Меня узнают в основном, безусловно, по сериалу «Кухня» Слава богу, люди рады мне И вообще, в принципе, я единственный артист на территории Российской Федерации Которого любят за то, что он играл гомосексуалистом Слава богу, но это было и прошло И теперь можно, собственно, развиваться дальше Наверное, полагаю, что «Кухня» дала мне какой-то такой базовый фундамент узнаваемости И то, что происходит сейчас в моей актерской карьере Ну, это шаг вперед, это шаг дальше У Сени Феди, у ребят, у Миши, у Сережи Ну, происходит такая прекрасная стадия стабильности Когда они знают, что они уверены в завтрашнем дне Могут рожать детей, брать ипотеку, ну и так далее В моем случае получаю удовольствие на каких-то других проектах Вот я только что, мы закончили, я закончил сниматься На территории Риги, понимаете, я могу об этом рассказывать А на территории Российской Федерации мне запрещено об этом рассказывать Только с разрешения продюсеров, с письменного Потому что есть такой пункт в соглашении Что я... соглашение не разглашение, раньше времени Вот, здесь-то я могу рассказывать Я снялся в потрясающем триллере Я всегда смеялся для телеканала НТВ Я всегда смеялся и шутил, что я никогда не окажусь на НТВ И что с моей фактурой, внешностью сказать Скажи лысому, чтобы шакалов своих отогнал Что я буду бегать с автоматом по лесам и прыгать с оврага Ну, просто вот в моем случае это невозможно Нет, все-таки Там была одна смена, когда я закрыл свой гештальт А это же важно в актерской профессии Вот, я вошел в кадр, вытащил пистолет и сказал Шелохнешься, завалю О-о-о-о-о! Я был самым счастливым человеком на свете Но на самом-то деле я там играл в основном самого себя Никакого не бандита, это будет очень красивый, высокохудожественный триллер С прекрасной любовной линией Я играю там следователя, но абсолютно нетипичный какой-то кастинг Наверное, это просто режиссерская такая подача, что автор проекта и сценария Пригласил меня играть следователя, это вот его какое-то видение Я вот читаю, я-то все время играю главных злодеев Вот там есть главный злодей Его играет, точнее ее играет Анна Котова-Дерябина Которая снималась у меня в режиссерском дебюте Да, мы об этом еще поговорим, да И это так все, это было 4 месяца Прекрасного счастья в профессиональной команде Где мы все могли созидать какой-то Денис Карышев, режиссер Проект называется под рабочим названием «Киллер» Господи, я могу это говорить в эфире, здесь, в Риге Там я, знаете как, не-не-не, там нельзя Проект «Киллер» Режиссер Денис Карышев и автор сценария Александр Устюгов Карина Андоленко Анна Котова-Дерябина Простите, пожалуйста, Никита Тарасов Прекрасный триллер Вот мы только-только закончили Я прилечу, и у нас будет так называемая «Шапка» Но это праздничный банкет по случаю окончания Параллельно вот мы англоязычную фантастику сейчас снимаем Там какие-то пещеры будущие, туманы, фонтаны А кто это снимает? Это снимает Александр Богуславский, кинокомпания «Киноданс» Виктор Добронравов, Егор Корешков Простите, пожалуйста, опять Никита Тарасов Везде опять он У нас там вот такой основной состав А почему на английском снимается? Это делается по заказу? Это очень смешно Ну как смешно Это забавно, это и непривычно Потому что мы снимаем сначала русский дубль Интересно А потом английский И потом в итоге появится Получится две картины И в какой-то там после 10-15 съемочного дня Ты понимаешь, что на русском языке Ты уже не можешь сниматься Это звучит как-то странно Это как-то непривычно Let's get out of here You see those bastards are here Let's get out of here И потом ты должен Ты сначала должен это сказать на русском Давай убегать отсюда Здесь какие-то солдаты или нехорошие люди Как это? Да? Вот Ну это прекрасно Очень разные проекты Очень Я просто хочу напомнить нашим слушателям Что в нашей студии Никита Тарасов И, наверное, вот по стопам Армена Джигарханяна Вот с рекордным количеством фильмов Он идет просто Больше, по-моему, 140 наименований Я начитал только на Кинопоиске Это... Я перестал считать Там мы с агентом моим иногда Обновляем информацию По итогам года Туда присылаем им Где я, что сейчас снялся Вот Ну и я там, наверное Больше мамы с папой следят Сколько там названий Ну и я уже, честно, уже Я счастлив в профессии Есть триллер НТВ Есть прекрасная фантастика Есть девушки с Макаровым Такой вот ситком В стиле интерна, в стиле сериала «Кухня» Чистой воды комедия Где мы существуем уже По привычным жанрам И все это Макаров и партнеры Снималось в соседнем павильоне С сериалом «Кухня» Я четыре месяца ездил В родные вот эти пенаты В промзону Где стоят Вот эти вот киношные павильоны В прошлом году Было, конечно, сложнее Но сейчас Наше производство Вышло на прежние масштабы Даже, по-моему, мне кажется Начало сниматься еще больше Потому что в Инстаграме В ленте у своих коллег Режиссеров, продюсеров, актеров Каждый день Каждый день Кто-то бьет тарелку То есть каждый день Кто-то начинает снимать Какой-то новый проект Вот интересно Коронавирус Действительно, как повлиял На производство Потому что, с одной стороны Когда все началось Тогда же всех рассадили Потом там «Окаянные дни» Слепакова То есть практически делались Ну вот в расчете на Zoom Какие-то фильмы А сейчас у меня такое ощущение Что, воспользовавшись отсутствием Американского кино Российский кинематограф Прямо, ну и Почему? Какое отсутствие? Ну я имею в виду Что меньше Ну практически все большие премьеры Американских блокбастеров Отложены Ну то есть вот Только сейчас выходит «Форсаж-9» А все остальные Как-то приедут У нас уже вышел давно Уже вышел Ну у вас вышел Пару недель У нас он только-только выходит У нас кинотеатры до сих пор стоят Вот они только открылись Буквально пару дней назад А я понимаю, что в России Кинотеатры работали Продолжали работать И из-за того, что нету Больших каких-то блокбастеров Российские картины Чувствовали себя очень вольгот То есть гораздо больше было Ну мне кажется Мне кажется Тут немножко по-другому Открылось большое количество платформ Именно цифровых Иви запустила Все запустили свое производство Иви кинопоиск тот же самый Открылся кион Мишина Платформа МТС Все начали открывать Свои интернет-платформы Поэтому Людей, профессионалов Которые способны Производить качественный контент Осталось столько же А запрос на производство Вырос в 3-4 раза Поэтому Поэтому сейчас просто Все режиссеры и все операторы Они расписаны на 3 года вперед Потому что очередь за ними стоит И снимается очень много Но снимается прежде всего Больше из-за платформ А полнометражного кино Снимается не больше В этом же году Насколько мне известно Даже некоторым мейдзерам Было отказано в финансировании Те проекты, которые уже подавались В прошлом году И сказали приходить в следующий И даже в этом году Им отказали В основном, конечно же Это сериальное производство Именно для платформ Для платформ и телеканалов Да А в России Которая в принципе Ну всегда говорят Славилась тем Что не очень Любят получать халявный контент Вот как-то Ну то есть платить за просмотры Не очень Ну всегда считал Что Россия там как бы Лидер по пиратским скачиваниям Вот это не мешает Развитию платформ Не страшно? Ну кто-то так считает Кто-то не считает так То есть ситуация меняется? Мы все на что-то подписаны Там у нас списывается Но я знаю Что ТНТ Премьер Такая очень сильная Набравшая обороты платформа Работает по-моему Сейчас даже в убыток Просто чтобы набрать Свою целевую аудиторию И мне постоянно приходит сообщение Там подписка за рубль Подписка за рубль Первые там три месяца бесплатно И они сознательно это делают Они выпускают очень качественный контент За последнее время там вышло Ну одни из главных сериалов Именно на ТНТ Премьер Нет Мне кажется Российская аудитория Привыкла уже Если мы говорим Про большие города Про миллионники То нет Россияне привыкают Платить за качественный контент Который ты не увидишь нигде Я просто год учился На креативного продюсера Я теперь знаю Что такое телесмотрение И целевая аудитория Так вот уровень телесмотрения падает Потому что весь зритель Уходит в интернет Уходит в сеть И даже возрастная категория 40 плюс Уже тоже в интернете Поэтому открывается большое количество платформ И там нет никаких ограничений по цензуре И можно снимать то Что ты никогда не покажешь по телевизору А вот если Мы сейчас про это тоже поговорим Вот если против Ну многие противопоставляют Там сериал и большое кино Там эстеты Цокают языком И говорят О боже мой Ну это же большой экран Никогда не умрет А вот все-таки Другие говорят Что сериал позволяет Ну рассказать историю Не надо вот ужиматься Что там Обязательно надо кромсать фильм Там вырезать целые эпизоды То есть это дает больше простора Воздуха Можно каждому персонажу дать Вот его 15 минут славы Вот ваше мнение Сериалы и кино Они как бы сосуществуют Где удобнее сниматься в сериалах? Без разницы абсолютно 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 без разницы Ты так же приезжаешь в 8 утра На съемочную площадку Встаешь в 5.30 Потом стоишь в пробке И потом приезжаешь Тебе говорят 20 с лишним лет Я слышу одну и ту же фразу Доброе утро Вот ваш вагончик Через 5 минут На грим-костюм Потом ты точно так же Приходишь в кадр Что-то делаешь Потом обед Потом еще что-то делаешь Потом едешь домой Без разницы Ну нам Когда Когда ты сел в режиссерское кресло Ты Я про себя сейчас говорю Я начинал понимать Господи Какая же безалаберная Вот эта вот Профессия актера Безответственная Как же вообще Минимум ответственности Ничего не надо делать Просто выучи текст И там Делай то, что тебе говорят Ой Это, кстати В песне Минутка съемочки Да Сыграл как просили Да Фраза Да Ну потому что иногда говоришь А можно так Ну давайте вот так Ну так же Да Если Ну если мы говорим про комедию Так же смешно Будет Говорит Нет Нам надо вот так Ну хорошо Да Сыграл как просили Ну да А вот говоря про режиссерский дебют Вот с чего все началось Я понимаю Что это была Ведь роль коуча Света с того света Вот играли Ведь коучера Да не в этом Нет Что А я имею ввиду идеи Света с того света Это был маленький эпизод У Максима Пижемского Слава богу Что он был Мы познакомились На Там буквально Какой Одной Две сцены Ну что я там пришел Я снимался в одном павильоне На киностудии Медиа И потом пришел К Максиму Пижемску В другой павильон Снимал Мы там Две сценочки Сняли и все Но мы с ним Познакомились Потом он позвал меня В Анну Николаевну Проект Анны Николаевну И слава богу Вот там Первый сезон Хорошо прошел Мы сняли Сейчас Я вторую еще не видел Мы сняли Сейчас второй сезон Мы закончили Вот в феврале По-моему В марте В марте По-моему Закончили Второй сезон И есть там Прицел на какие-то Ну ладно Дай бог Вот Про режиссерский дебют Значит Актер Никита Тарасов Понял Что он 20 лет Уже снимается В кино С театром у него Значит Ну как-то уже Ближе к 40 Стоять в очереди В театр В труппы устраиваются Но уже как-то не очень И раз я в кино Значит Стоит Сделать шаг вперед И там На какую-то еще одну ступеньку Подняться И просто Сесть в режиссерское кресло Чтобы ни у кого Не возникало вопросов Чтобы как вы говорите Олег Сидят и цокают языком Чтобы никто не цокал языком Я честно Пошел Прошел отборочные Туры Все В школу кино И телевидение Индустрия У Федора Сергеевича Бондарчука Я говорю Федор Сергеевич Я хочу к вам У вас там Поучиться Никит Никит Борисович Ну как бы Ну перестаньте Ну Ой Слушайте Ну вы и так можете Я говорю Нет Я хочу диплом Я пошел Отучился целый год И в рамках обучения Вот Комедия Под названием Спасибо Коучер 9 минут Юмора 40 секунд 9 минут 40 секунд Олег Вы меня Я вас обожаю Я смотрел Я вас обожаю Это ну Некая такая вот Некое Самари Подведение итогов Полученной информации И новых знаний Это не учебная работа Не в рамках обучения В индустрии Но Мне было важно Что-то себе Такое В блокноте записать И вот Там Сколько 5-7 страниц Текста Три главных героя Все происходит В одной квартире Знаете Многие дебютанты Ну те кто просто Помоложе Я уже Да Мне говорят Молодой начинающий режиссер Я говорю Ну спасибо за комплимент Вот Пытаются придумать Какие-то галактики Спецэффекты Краны Нет Я понял Что у меня Есть совсем немножко денег Один съемочный день Наверняка это будет И мне нужно снять Какую-то очень локальную историю С которой можно было бы Проехаться по фестивалям Но к сожалению Я шел к этому Действительно много лет Давно уже говорю Что я хочу снимать Но Изоляция Коронавирус Немножко Немножко Сильно Изменили Нашу фестивальную жизнь Все главные Кинофестивали Отменились Вот я снял картину И говорю Ну И наши фестивальные Прокатчики Мне в феврале Говорят Никит Ну поедем ли мы В Канны Да Может быть в Канны Есть желание съездить Локарно Там Сандэнс Поездить По Европе Ну у тебя Комедия конечно Это русский юмор И будет сложно Ну давай покатаемся И мы строили какие-то планы Все И в марте Нас всех закрыли Все отменилось И Но у нас все равно У фильма 4 награды В том числе Испанский фестиваль Нам дал 2 награды За режиссуру За главную женскую роль Я доволен Я доволен И хотелось бы снимать дальше У меня был написан Пилот Для Пилот комедийного сериала Получив диплом Креативного продюсера Я хотел снимать И вот нас всех закрыли А уже было все готово Уже все Все артисты были подтверждены Мы уже нашли все локации Уже оператор-постановщик Художник Уже группа была найдена Мы должны были снимать И режиссерская карьера Должна была просто Бррррррррм Но Ну да Такие обстоятельства Все Я все отменил И потом понял, что, ну, сейчас вот мне пока стоит просто побыть актёром, просто посниматься, делать то, что я умею, потому что, ну, сейчас никто не готов для, не готов к экспериментам. Только что вот люди сейчас, то, что было заморожено во время пандемии, только-только вот сейчас вот начали доснимать. И вот надо дождаться этой очереди, когда вот их основные проекты больших мейджоров будут отсняты, тогда я смогу прийти и сказать, а вот мой пилот, давайте, может быть, мы всё-таки его снимем. Я не переживаю. Я пока работаю актёром, и на фестивале меня зовут в качестве гостя. Всему своё время я обязательно буду снимать, и я безумно хочу снимать в Риге. Я так понял, что ещё пандемия вмешалась трагическим образом с Борисом Горачевским, с Яралашем. На фестивале, на фестивале, где была представлена наша комедийная короткометражка, я ещё раз... Ну, то есть, я-то с Борисом Горачевским раз в 3-4 года знакомлюсь, а я-то его знаю, а вот. А он со мной каждый раз заново знакомится. Вот, но и он увидел спасибо коучеру и сказал, давай в Москве поговорим, приходи ко мне. Да, и мы сидели у него в офисе, строили какие-то планы, он мне показывал всю киностудию Яралаш, большой производственный, значит, цех, где есть всё, и монтажка, и там какие-то свои декорации, свои костюмы. Очень подробно мне всё показывал, мы долго сидели, обсуждали, как и что мы будем снимать, что я буду режиссёром Яралаша, что у меня большое светлое будущее. Я сказал, Борис Юрьевич, а его зовут Борис Юрьевич, точно так же, как моего отца, я говорю, слушайте, это знак, всё, давайте. Я говорю, я поеду сейчас поснимаюсь, через две недели вернусь, там, после Нового года, тут мы в декабре разговаривали, я вернусь, и будем, значит, начинать. И через две недели я узнаю, что человека уже нет. Да. Яралаш я уже не буду снимать. Я, на самом деле, я очень переживаю об утрате легендарного человека, потому что было полное ощущение, что передо мной сидит цветущий, пахнущий жизнью во всех смыслах человек, и потом раз, как-то внезапно его не стало. Это очень, это прям шокировало. Меня шокировало. Но что касается съёмок Яралаши, ну, ну, не суждено, значит, ничего страшного. Да, вот говоря про Бориса Юрьевича отца, Бориса Юрьевича Тарасова, которого многие музыканты прекрасно знают из слушателей, как музыканта нашего латвийского, ведь вы же практически помогали отцу, выступали вместе с отцом, да, вот в юности, в молодости, до ещё поступления к Олегу Павловичу молча Табакову. Ну, это же концертный зал «Дзинтери», это первая сцена, на которую я вышел, мне было 4 года, может быть, но не больше. То есть концертный зал «Дзинтери», меня мама на коляске туда привозила, вот это же наша семейная история, сольные концерты Олики, вышел мой папа с составом коллектива, все вот эти вот нарядные, да, они издали первый аккорд, и я наложил в штаны, мама меня увезла. Но мне было там пол-шесть месяцев, вот. И концертный зал «Дзинтери» – это первая площадка, на которую я вышел. И я, ну, всё моё детство в Риге, в Юрмуле, Алла Пугачёва, Леонтьев, Киркоров, Лайма Вайкуле, Раймонд Пауз – это были люди, которых я регулярно видел, это для меня было норма. И это была одна большая команда, ну, как бы, рижских артистов. Вот. А теперь сейчас самая большая, ну, не проблема, но казус нашей семьи, что папе никто не верит, что этот француз – это тот самый мальчик, который тогда в Лидо, в Кабурге, в Юра Сперло, значит, бегал там, подключал аппаратуру. И говорит, да ладно. Ну, папа говорит, да ладно. Ну, говорит, мне никто не верит. Вот рижане не верят, что я рижанин, а папины коллеги не верят, что вот я… А этот человек из телевизора – это тот самый мальчик, который там таскал провода и костюмы. А вот этот ансамбль «Страсть к музыке», «Минутка» – это что? Это просто отдых гения там? Ну, это такое свое такое. Своя? Своё. Ну, конечно. Ансамбль «Минутка» – это шуточные комедийные песни длиной в минуту. А кино? Ну, и, в общем, не только. Нас четверо. Это, в принципе, такая тоже своя и Олика. Два мальчика, две девочки. Ну, то есть, я, наверное, тоже ещё мальчик в какой-то степени. Мои прекрасные друзья, коллеги, актёры – Глеб Бочков, Ольга Веникова, Мария Ивашенко и, простите, опять я – ансамбль «Минутка», и мы поём какие-то вот такие мои песенки. Поскольку я всё-таки сын музыканта. Я сын Бориса Тарасова, того самого, который играл в «Эолике», у которого была своя сольная карьера на международном уровне. Запомните это, когда встретите нас на пляже. В «Дзинтере». Вот. Да, мы так… Ну, это такое моё собственное хобби. Ну, что-то вот мне стыдно перед ребятами. Мы сняли три так называемых клипа. То есть, ансамбль «Минутка» в основном живёт в Инстаграме. То есть, это музыкальный клип, который только для Инстаграма. Мы сняли три клипа на три песни, и это вызвало какой-то очень большой резонанс среди наших коллег. И было однозначно понятно, что надо продолжать. Мы записали ещё пять треков. Я не, к сожалению… Ну, папе, по-моему, нравится, что я там делаю. Я надеюсь. Мы записали пять новых песен, но, признаться, что-то вот с января месяца был, даже пораньше, там, с ноября такой какой-то был ещё прошлого года, был какой-то очень сильный загруз по съёмкам, что песни лежат, и я ничего не снял. Мне так стыдно, простите меня, пожалуйста. Вот. Но там, да, там хорошие, мне кажется, хиты международного уровня. Я так люблю любить твою любовь. Ну, понимаете, чтобы душа пела, чтобы в любом караоке, как рюмку водки. Ну, пять песен, да, будем продолжать. Ну, это именно проект для Инстаграма, то есть в живых каких-то концертов, гастролей по стране, там не предупредить. Ну, вызовите. Да, обязательно. Концертный зал «Дзинтери», «Дом конгрессов» с удовольствием, «Дайлэйс театрис» с удовольствием. Почему? Ну, просто здесь, наверное, я не знаю, это же специфическая история, то есть это в основном для киношники про киношников, и юмор специфический. И мой, по-моему, последний поход в театр «Дайлэс» вот здесь показал, я увидел людей в шляпах, в вечерних нарядах, и я вот как представлю, что они придут к нам на концерт, а мы будем петь «Баба-продюсер», «Баба-продюсер», «Баба-продюсер». И мне кажется, что это будет очень странно. Культурный шок. Вот в одном из интервью вы сказали, что нужно стучаться, мне понравилось это выражение, стучаться в большие проекты, то есть есть планы, мечты, когда многомиллионные какой-то, сняться в большом, например, проекте, но туда приходят, не каждого берут, не каждого пускают, и вот приходится долго, значит, вот туда достукиваться. Как это происходит? То есть вот я понимаю, что, вот вы уже упомянули, что с внешностью, скажем, больше, как считают, иностранной, вот дают, есть ли в этом какая-то вот, ну, какая-то узость амплуа, или это, наоборот, открывает возможности вот в рамках этого коридора, то есть нет меньше конкуренции, чем… Ну, каждый актер приходит, там такой Делон, красавчик, то есть этих Делонов, как говорили, там, бросьте палку на пляже, и вы попадете в голубоглазого блондины. Это когда Роберт Редфорд приходил на съемки, ему все время отказывали, говорили, ну, стандартная внешность, таких вот у нас много. Пандемия. Ничего не снимается, и вдруг ко мне на почту приходит запрос. Хотим вас попробовать. Hi, my name is Richard Danson, so I'm a Hollywood director, голливудский режиссер, мы будем снимать мега-блокбастер про Советский Союз 60-х, 70-х, и вот мы ищем, значит, русскоговорящих артистов. Наверное, я тоже могу называть, собственно, здесь… Я так счастлив, что я в Риге, и что я с вами разговариваю, Олег. Такое счастье. Можно просто вот встретиться и поговорить. Будет большое кино про Тетрис и про основателя Тетриса. Я сейчас выдаю гигантскую тайну у меня. Мы никому не расскажем. Да, и это все во время пандемии. Я записывал, как стучатся в большие международные проекты. Вот так ты берешь круговую лампу, мобильный телефон, аккумулятор, чтобы телефон не разрядился, идешь в какое-то… ищешь себе помещение, где тихо, и снимаешь самопробы. Один раз, второй раз, третий, пятый. Они говорят, нет, а вот теперь на эту роль, а теперь на эту роль. И каждый раз ты учишь эти сцены по 5-7-10 страниц на английском языке без партнеров, в тотальном одиночестве, тихо сам собой записываешь самопробы, посылаешь, и тебе там говорят что-то. Ну, вот так это обычно происходит. Если говорить про наши проекты, я мечтал сняться в сериале «Метод». Я в итоге в нем снялся. Я увидел первый сезон и говорю, господи, там столько маньяков, и как же без меня? А потом совершенно случайно мы оказались в жюри детского актерского конкурса. Были какие-то люди. Говорят, здрасте, я, Александр. Я говорю, здрасте, я, Никита. А потом Александр вышел и сказал, вы знаете, мы тут ищем детей для сериала. Хорошо, что мы тут познакомились. Спасибо большое. И вам, Никита, мы с вами поговорим. А потом мне агент звонит и говорит, тебя приглашают на пробы сериала «Метод». И я встречаюсь с Александром на киностудии. Я говорю, слушайте, так он говорит, ну да. Будете играть «Маньяка»? Причем изначально меня пробовали на другую роль, которую потом сыграл почему-то «Гармаш». И сыграл в тысячу раз лучше, чем я. Ну, честно, он был прекрасен. А я говорю, нет, я хочу играть «Маньяка». Я хочу играть «Маньяка» у вас. Говорят, ну да. Ну как? Вот и ты, как капаешь на мозг, запускаешь ежа под корку. Как стучаться? Ну вот так. Все. И я в итоге сыграл кукольника. На кинотавре я подошел к главным исполнителям, ну в общем, да. К Паулине Андрееве я подошел, я говорю, я кукольник. Это самый страшный маньяк из всех там в этом сезоне. Я говорю, да. Ну, сейчас не дают же, не всегда дают сценарий весь читать. Потому что очень все конфиденциально. Видите, я даже сейчас на территории России не могу даже слово проронить. Потому что все согласование. Но это правильно. Вот. Я сыграл маньяк. Вот я хотел, я сыграл. Я узнал о том, что в Москве запускается новая, современная, крупномасштабная экранизация мастера и Маргариты. Да неужели? И здесь я имею тоже счастье об этом говорить, потому что там нельзя. Но тарелка опубликована, съемочный период начался. Я увидел вот в Инстаграме, я сделал вот так вот, увидел на тарелке свое имя, понял, что, а, ну, все, тогда я могу об этом говорить. Да. И я говорю, ну, как же, я Коровьев. Ну, Коровьев, Коровьев, я хочу туда, дайте мне, вот, Коровьев, ну, Азазел, ну, на крайне, ну, Азазел, ну, я же, да, вот, вот, вот. А мне, говорит, Берлиоз. Берлиоз? Берлиоз. Да ну, перестаньте, ну, нет. И я очень, ну, как стучатся в большие проекты? Вот я ходил туда как на работу, на эту роль попробуюсь, мне там дали конферансье, а потом, значит, приходите на эту роль, потом на эту роль, потом на эту. Ну, Берлиоз, я говорю, ну, какой я Берлиоз? Пришел, попробовался на Берлиоза и говорит, нет. Я говорю, ну, конечно, нет, ну, нет, конечно, ну, какой Берлиоз, ну, что вы. Ну, я буду там все-таки сниматься, я мечтал, и главное, что моя жена говорит, да, 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 там, любимое произведение всей нашей семьи, ты давай, давай, иди туда, снимайся. А-а-а, вот, я увидел свое имя на тарелке. Ну, как бы, когда ты с людьми разговариваешь, когда люди видят, что ты хочешь, и тебе это нужно, да, по каким-то своим собственным мотивам, то идут навстречу, конечно. — Насколько вообще остается время на семью, на обычную человеческую жизнь, вот при таком графике съемок, что еще нужно все время забегать в комнатку и снимать самопробы, отправляя их, чтобы достучаться в большие проекты? — Ну, есть свободное, любое свободное время, есть у меня, вот, сразу мы куда-то едем, да, и с Никитичным Тарасовым, три с половиной года уже, Маринушка, жена моя, все, мы, да, подъем в 7 утра, в 8.30 мы куда-то выезжаем, — Слава Богу, что у нас рядом с домом есть роскошный московский Диснейленд с аттракционами, там для ребенка вообще вот на весь день. В Москве достаточно много мест, где можно гулять с детьми, есть настоящая ферма на ВДНХ, то есть ты приезжаешь на ВДНХ, и там вот деревенская ферма с гуси, коровы, козы, все там живут, и детишки могут общаться с животными на расстоянии вытянутой руки, ну, как бы, да, и там есть бассейны, аквапарки, ну, в общем-то, и в Риге все это есть, ну, мы проводим активный досуг с ребенком, конечно, ребенок сейчас стоит, то есть он главный доминант, ну, доминанта нашего досуга, то есть прежде всего мы едем туда, где будет интересно Тася, и уже после этого уже мы можем позволить себе там пройтись по улицам, Китай-города и куда-то по бульварному кольцу проехаться, вот, там Динамо интересно. Мы делаем это на электросамокатах, я заядлый электросамокатчик, и чтобы там какие бы слухи не доносились в Ригу по поводу электросамокатов, Москва абсолютно приспособлена для езды на электротранспорте, велосипедные дорожки, прекрасные тротуары широкие, сделанные вот там, да, за последние 2-3 года, поэтому нет, мы катаемся на самокатах летом, с апреля по октябрь, когда это возможно, и я получаю колоссальное удовольствие, мы прямо такая вот, ну, современная какая-то такая вот молодая шивотная семья, которая не сидится на месте, мы все время куда-то едем. — Ну, дочка, она знает, что папа снимается в кино, то есть она видела, ну, не маньяков, конечно, но в каких-то менее травматических ролях. — Папочка, ты работать едешь, да? Сейчас в вагончик свой пойдешь, да? А можно я там посижу, почитаю, подожду тебя, пока ты в кино сидишь? — А, ты в Тиевизо, ты в Тиевизо, а потом ты выйдешь из Тиевизо и поедешь ко мне домой? — Я говорю, да. — О, давай, иди работай. Ну, то есть они с Мариношкой приезжали на съемочную площадку очень аккуратно. Я не очень люблю, когда там, да, приходят сват-браты, как Олег Павлович Табаков говорил, родственники со стороны жены. У самого посредственного артиста и все равно есть свой фан-клуб, а в основном это родственники со стороны жены. Вот. Но они приезжали на съемочную площадку, мне очень хотелось бы, чтобы Тася и Марина понимали, куда я уезжаю и чем я занимаюсь. Вот они смотрели, где что. Ну, когда ты смотришь это по телевизору, кажется, ты там себе что-то представляешь, какую-то магию. А так, это вообще-то, ну, достаточно рутинная история. На улице плюс 35, в павильоне плюс 45. Вентиляция не работает, потому что мы пишем живой звук. Дышать нечем, все потные. И, простите, пожалуйста, значит, пахнет, как мужской раздевалки на футбольном стадионе. Вот. И в это время творится какая-то «я люблю тебя», «я тоже тебя люблю», «мы будем вместе с тобой навсегда», «мы никогда не…» Там просто дышать нечем, потому что в это время жарень. Ну, как бы, ну, это такие нюансы, да. В общем, они были на площадке, они так… Тася уже примерно понимает. Ну, это Мариношка, жена моя, она показывает меня в телевизоре, говорит, это твой папа, это твой папа, это твой папа, кто твой папа, актер. Ну, я не вмешиваюсь в эту историю, мне это вообще без разницы, будет Тася знать, не будет Тася знать, чем я занимаюсь. Ну, главное, что у ребёнка есть всё, что ему нужно в этом возрасте, да, и что у меня есть возможность обеспечивать, быть дежурным по счастливому детству. Ну, вот говоря про Москву, ну, да, смотри, уже почти пробежал час, говоря про Москву, вот она приняла, вот Москва, как своего, то есть вот уже есть ощущение, ну, я понимаю, что 20 лет прошло, вот это… 20, с 98-го года, понимаете? 23 уже. Ну, как быстро растут чужие дети. Ну, я ещё ничего, нормально. Ну, вот это вот ощущение москвит, то есть Рига сейчас уже становится чем, вот разница между Москвой и Ригой? Москва своя, вот она принимает или нужно постоянно локтями расталкивать остальных? Да кого там уже расталкивать? Да что там? Да послушайте, Олег, ну, мой дом там, где моя шляпа. Ну, и слава богу, шляпа куплена здесь. О! Да. Теперь есть… Осталось только крючки искать. Я же что? Вот я сейчас, я с вами сейчас получаю великое удовольствие от общения. Да, 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 да. А потом я полечу, приеду домой, посижу, значит, с дочкой и с женой. Потом я поеду в экспедицию сниматься, значит, разгонять туманы будущего на английском языке. Потом я поеду в, там, вот, в еще одну экспедицию. Я же, ну, как мы же ездим, самолет поспал, раз, какой-то другой город. Потом, раз, тебя везут куда-то на машине. Ну, это нормально. Ну, мне очень комфортно в Петербурге, мне безумно комфортно в Риге. Когда схлынет курортная волна, там, ближе к Новому году, я приеду, наверное, с семьей на пару-тройку дней в Сочи. Потому что, когда нет туристов, когда нет вот этого сумасшедшего бума, то в Сочи там достаточно тоже неплохо. Там тоже, ну, есть инфраструктура для досуга с детьми. Какая разница где? Важно же с кем. Ой, важно с кем действительно провести этот час. И с нами был Никита Тарасов. Будем надеяться, что еще забежит к нам на огонек, я уж не знаю, как там это выразиться, на балкон к нам на радиоболтком. Мы не прощаемся надолго, я надеюсь. Спасибо большое. Уважаемые радио, интернет-зрители, слушатели, я обожаю радиостанцию «Болтком». Обожаю этот офис. И это здание, в котором прошло детство моего отца, я с удовольствием всегда буду приходить к вам в гости. Спасибо за теплый прием. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok